МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие друзья, у нас сегодня мексиканский завертыш, я бы даже сказала, выкрутас, родственник нашему любимому бутерброду. Не самый близкий, конечно, дальний, заокеанский. Поближе будет, наверное, чими-то вариант сэндвичей или гамбургера. Булочка с мясом, сыром, авокадо, луком и с хальсой, острым соусом. Но избалованные фастфудом мы уже, признаться, давно начиненные всяческими вкусностями. Не наш блин. Именно с сэндвичем уравняли, примирились и восхитились. Интересно даже в адаптированном варианте. И, кстати, о блинах. Тортильи впрямь их напоминает формой, но состав и способ приготовления другие. Тортильи на исторической родине традиционно готовят на открытом огне из пшеничной или кукурузной муки в специальных сковородах, которые называются камаль, без добавления жира или масла. Поэтому вкус у них нейтральный, что и требуется для такой универсальной единицы рациона. А уж сколько блюд можно приготовить, имея под рукой свежеиспеченную или свежекупленную, как в нашем случае, тортилью. Только представьте, вам в сковороде подают обжаренное мясо или овощи с ароматными добавками. И тортильи. Вы вправе сами это все завернуть, приправить и сдобрить, чем вам заблагорассудится. Это блюдо называется фахитос. Отдельно отметим мясо фахитос телятина, и она нарезана полосками некий сконный пастушечий способ, причем из определенной части мясного продукта. Если все то же, но будет внутри тортильи, да еще и обжаренным во фритюре, это чимичанга. А если нарезанное, кисадилья. А если все, скажем так, в первозданном виде, тортилья, начинка, закрут, аппетит, который, как известно, приходит во время еды, это буррито. Буррито. Один из самых его распространенных рецептов прилагается. Буррито. На разогретой с растительным маслом сковороде обжарить лук и фарш. Добавить и острый перец, и фасоль, а также зелень. Тем временем нарезать сладкий перец, натереть сыр, нарезать салат. Все это распределить по лепешкам тортильям с добавлением острого соуса, закрутить, отправить в духовку минут на 10, чтобы сыр растекся. Когда произносишь буррито, волей-неволей задаешься вопросом, а что за слово такое? Оказывается, буррито, уменьшительно ласкательное, от буров. Это такие ослы. Маленькие трудяги, говорят, переносят по клажу фразы, превышающие их собственный вес. Видимо, с буррито все точно так же. Ну, столько начинки, что, кажется, лепешка тортилья не вынесет. А нет, маленькие ослики – великая сила. Вот на этом давайте сегодня прощаемся. Удачного вам и вкусного дня. С вами была Жанна Соловьева. До свидания.